Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцюра. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Последние несколько месяцев вы практически каждый день с одесситами в Киевском районе работаете в рамках инициативы «Дом, в котором мы живем». И вообще-то эта инициатива распространяется уже сегодня и на другие микрорайоны. А, собственно, в чем ее успех и что именно оказалось самым востребованным? Ну, мы выезжаем сейчас каждый день, потому что начался сезон активных работ. Сегодня мы можем себе позволять делать наружные работы того, чего мы не делали зимой. Зимнее затишье прошло, да? Абсолютно верно, да. Поэтому мы сейчас очень активно трудимся для того, чтобы успеть опять зайти в зимний период. Что касается самой инициативы, на протяжении 10 лет мы отработали у себя на округе. Как вы правильно заметили, сегодня мы перешли границы округа и перешли на весь Киевский район. Поэтому уверен в том, что и во всем Киевском районе у нас тоже это все получится. Но вот этот 10-летний опыт, он, наверное, позволяет сегодня решить, что самое важное на сегодняшний день. То есть, каковы самые успешные проекты в рамках этой инициативы были? Самое главное, что мы совместно с жильцами определяем, что надо делать. И вот как раз в рамках этих выездных встреч мы по месту сразу смотрим с райадминистрацией, с специалистами ЖКСов, с подрядными организациями, определяем, что делать. То есть, самое важное даже не результаты, а то, что жители активно включаются в эти процессы. Лис, эти дома не ремонтировались по 30-40 лет. Сегодня денег на все, к сожалению, не хватает. Поэтому приходится определять, расставлять приоритеты. Что важнее сделать? Да, можно приехать в один дом, есть активный жилец, у которого течет крыша прямо над головой. Ну, именно в этой квартире. А в этом доме полностью прогнили трубы воды и канализации. Поэтому приоритеты будут, конечно, расставлены в пользу труб, для того, чтобы заменить это все и участвовать в программе, которая касается водоснабжения. И вот это удается сейчас делать именно капитальные такие ремонты? Да, да, это то, с чем мы занимаемся ежедневно. Вот вы же правильно говорите, что мы начали активно это делать. Вот мы активно каждый день этими занимаемся. А люди готовы договариваться между собой о первоочередности в таком случае? То есть хорошо, что появилась эта активность? Это действительно здорово? Договариваются между собой? Я думаю, что это и есть наша главная задача. Наш приход к людям и дает возможность регулировать эти отношения. Мы зачастую встречаемся с такой проблемой, что жильцы не умеют разговаривать с ЖЭКом или ЖЭК не умеет слышать то, о чем говорят люди. Мы как раз и регулируем эти отношения. Это и есть наша основная задача. Помочь людям самостоятельно бороться за чистоту своих домов, за качество жизни в своих домах. Ну вот давайте поговорим о том, какие программы. Ведь очень часто люди понимают, что у них проблема. Они не знают, что эта проблема может быть решена в рамках городской программы, которая сейчас реализуется на других домах. Как люди могут включаться в эти проекты? Откуда они могут получать об этом информацию? Во-первых, есть это на сайте городского совета, есть вся информация, касающаяся программ. А во-вторых, опять же, на наших встречах мы сегодня активно занимаемся заменой лифтов. До 2020 года существует городская программа замены всех лифтов в городе Одессе. Поэтому в течение одного года это невозможно сделать. Поэтому до 2020 года в Одессе будут поменены все лифты. Я так знаю, что и у вас дома такая же проблема. Поэтому думаю, что в ближайшее время и у вас, хотя вы не живете в Киевском районе, но при этом лифт у вас тоже будет поменен. Будем надеяться. Ну а что касается действительно вот той самой первоочередности, да, люди научились разговаривать между собой, люди научились решать вопросы в рамках одного дома. То есть вышли за пределы квартиры, по крайней мере вы их учите. Научились ли они понимать приоритеты в рамках уже микрорайона? То есть дальше выходить за пределы своего дома? Потому что понятно, что одному дому нужно делать канализацию, второму крышу. Третий вообще вроде как не относится к ведению. Люди относятся с этим с пониманием. Есть хорошие новости, такие как с этого года не существуют разницы между домами ОСМД и дома, которые стояли на балансе горсовета. Сегодня это все единые жители города Одесса, которым городская власть помогает одинаково. Поэтому не имеет никакой разницы. А что касается приоритетности, это все зависит от активности самих жителей. Есть много домов, где нет ни одного обращения в ЖКС, либо в райадминистрацию, либо на Моё ИМН. То есть люди там за свои деньги что-то латают? Они пытаются, пытаются что-либо сделать. Ругаются. Хотя сегодня есть возможность помогать и в тех домах, в которых люди обращаются, в тех домах, в которых активные жители нашего города. Все это получается отлично. Дмитрий, я знаю, что вы уже по второму кругу дома посещаете. Собственно, вот почему? Зачем? Конечно, потому что мы приходим сначала убедиться в том, что надо делать. Определяем с людьми приоритетность тех задач, которые стоят. А потом по второму кругу мы, конечно, приходим, принимаем качество работ. При этом я пытаюсь все время это делать самими жителями. Для того, чтобы они видели и понимали, что это надо беречь. Потому что нужно контролировать, наверное, и работу коммунальщиков, которые проводят подрядчиков. И в конце концов, это бюджетные средства. Правильно. Любую работу надо контролировать. И там, где это происходит, там нехорошее качество. И это качество служит потом людям 10-15 лет. О том, куда вообще идут бюджетные средства, этот вопрос решается в чиновничьих кабинетах. Он решается в сессионном зале Одесского городского совета. Собственно, вы к этому тоже имеете отношение. Как эти программы формируются? Насколько они на сегодняшний день соответствуют чаяниям жителей? Как сделать так, чтобы эффективность этих программ была 100%? Мы с вами сегодня уже много говорим о том, что мы часто выезжаем. Так вот, вот эти выезды и общение непосредственно на объектах и дают возможность нам понимать, какие программы необходимы. Это прямая связь с жителями? Абсолютно верно. Это инициатива и от жителей идет. Мы по месту сразу понимаем, что надо делать и как делать. Дальше это берет форму какого-то решения городского совета. Оно принимается, а эти программы вступают в жизнь. Но все-таки программы должны обретать какой-то комплексную форму, как, например, с всеми жилифтами. То есть все лифты должны поменяться. Понятно, что, наверное, таких проблем много, которые требуют глобальных решений. Такие проблемы есть, связанные и с стыками панелей. Такие проблемы есть, уже повторюсь, с водоснабжением. Есть проблемы с канализацией. Очень большие проблемы с ливневками сегодня существуют. При этом эти проблемы как бы создают люди самостоятельно. У нас на многих участках есть забитые ливневки строительным мусором. Но это же уже не кто-то специально. Это же просто специально выбрасывают, и дальше возникают такие проблемы. Поэтому все это решается в рамках городских программ. Давайте вернемся к реализации. Вот вы приезжаете на встречи с одесситом, вас приезжает очень много. То есть вы не один. Собственно, почему? Почему эти встречи такие глобальные? У чиновников существует такое понятие, что документ должен отлежаться. Так вот, для того, чтобы это не происходило, мы выезжаем все вместе сразу для того, чтобы ускорить все эти процессы. Для того, чтобы не ходить по кабинетам и не пытаться доказать, что здесь надо это делать или не надо. Все сразу видят это, все сразу обсуждают это, и тут же принимается решение. Мы зачастую видим, что после нашего выезда через неделю, через две начинаются работы, а через месяц уже заканчиваются эти работы. Деньги вот так сразу выделяются, без всех вот этих вот долгих решений. Деньги выделяются в начале года. Просто как их правильно тратить, мы видим на месте. Мы заставляем выходить из кабинетов и видеть реальные проблемы одесситов. Это и есть вот тот плюс наших выездных заседаний. В принципе, в этом и есть смысл нашей социальной инициативы. Эта инициатива демонстрирует людям, что они должны быть активнее, они должны стучаться, они должны обращаться, и к ним придут и помогут сделать, разрешить их проблемы. А как долго проходит все-таки времени, вот, ну, скажем так, от встречи до конечной реализации? Месяц. Месяц. Да, в течение месяца, как правило, все эти работы... Работа любой сложности. Работа не любой сложности, а те работы, которые сегодня проходят в этот сезон, это в основном крыши, это замена окон, это горячее, холодное водоснабжение. Как правило, ничего необычного. Это проблемы, которые существуют практически во всех домах. Поэтому все знают, что надо делать, как делать, и все это быстро происходит. Дмитрий, ну, я понимаю, что большая часть обращений к вам, она все-таки касается работ капитального характера. Крыши, подвалы, стены, это все первоочередное. Как вы считаете, когда-нибудь вот придет время, когда вы будете заниматься вопросами, там, ландшафтного дизайна, фасадного оформления? То есть когда-нибудь люди придут уже, ну, чисто к эстетическим вопросам, когда коммунальные вот такие вот первоочередные работы будут решены? Мы можем посмотреть это на примере моего округа. И начинать социальная инициатива «Дом, в котором я живу», родилась в стенах 84-й школы. И сегодня ближайшие дома вокруг школы как раз и наслаждаются уже эстетической красотой, которая там есть. Там сделан стадион, там сделаны дорожки, там сегодня высаживают цветы, отремонтировали полностью школу. То есть людям уже не нужно думать о том, что чистить надо ливневки, там прокладывать новую канализацию. Это как в анекдоте, знаете, английском. Почему у вас такой красивый газон? Говорит, что вы делаете? Говорит, поливаем и стрижем. Поливаем и стрижем, и так 300 лет. Поэтому программа зародилась в стенах школы. Вот уже 10 лет прошло, и мы продолжаем все время работать. То есть это постоянная работа? Конечно, мы не можем единоразово решить все проблемы. Это жизнь, это надо делать ежедневно. 300 лет не прошло, все-таки прошло только 10 лет. А это мы с вами говорили про газон. А если говорить о том, что в домах по 40-50 лет ничего не делалось, и вот как несколько лет все это началось, поэтому мы планомерными работами, постоянными, системным подходом все это изменим и будет не хуже английского газона. Дмитрий, каковы еще цели социальной инициативы? Я понимаю, что все-таки первоочередные проблемы – это коммунальные. Но вот есть уже успешные примеры, когда выходят за рамки решения коммунальных проблем. То есть это создание вот такой вот общественной среды, общественного пространства. Каковы еще цели и задачи на будущее? Мы занимаемся не только системой проблемами ЖКХ, вы правильно заметили. Мы занимаемся еще и общественными проблемами. В рамках социальной инициативы в прошлом году отправляли детей, например, во Францию, танцевальный коллектив. Сегодня обсуждается в рамках социальной инициативы строительство нового центра культуры в Киевском районе, которого никогда не было. Это тоже особенно реакция на запрос адреситов. Социальная инициатива, она и называется социальной инициативой, потому что это то, что необходимо сегодня людям, то, чем надо заниматься. Наверное, это и является главной задачей депутатов – регулировать отношения между людьми, программами, между властью. И самое главное, что в Киевском районе у нас это получается. Ну что ж, а мы со своей стороны будем следить за результатами этой инициативы и ждем вас в этой студии снова. Напомню, что в гостях у нас был депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцюра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова